Приветствую всех, братва! Ну и что? Главный поединок КРДВС-283 Гловер Тейшера против Джамала Хила. Попробую, наверное, надолго не растягивать, потому что сейчас уже на службу, но это не суть. В общем, на самом деле это самый неоднозначный, непонятный для меня поединок. Да, понятно, что вроде кроме Джамала Хила Гловеру и некому толком дать, потому что Анкалаев с Баховичем недавно отбились и истинного чемпиона ограбили, то есть это Магомеда Анкалаева, да? Поэтому мы имеем такой один из самых бессмысленных титульников. Объясняю почему. Джамал Хилл в целом не заслуживает драться за титул. Он не бился ни с одним конкретным топовым бойцом. Ни с одним. Просто кого он побеждал? Джонни Уокера? Да я думаю, Джонни Уокера мог бы любой мужик с бара пьяный нокаутировать. То есть Уокер либо сам нокаутирует, либо сам отлетает в нокаут. Там ничего удивительного для меня в этом поединке и было логично, что Джамал пройдет Уокера. Это не топовый боец. Пол Крейг один из таких классных бойцов, которые были в карьере у Хилла. Результат, я думаю, мы все очевидно помним. Досрочка от Крейга. Вот. Поэтому я не считаю, что многие говорят, Джамал Хилл касание смерти. Я не знаю. Вот взять Гловер от Ешеру. Реальный ветеран. Заряженный. Причем на свои 43 года. В целом там Гловер уже старый. Вообще можно сказать для любого в целом-то весе. Но какие результаты он показывает? Что вспоминается? С Энтони Смитом поединок. С Яном Блаховичем. С Ржи Прохаской. Вот у кого действительно, я считаю, касание смерти Ржи Прохаской. И который все равно не смог вырубить Гловера. Как бы он ни старался. Да, он победил там в пятом раунде и по-моему сабмишн был. Да. Вот. Но действительно Гловер от Ешера может удивлять. И знаете, меня удивляет то, что на него коэффициент на самом-то деле за 2. То есть 2.1. Ну вот короче, Джамал Хилл такой идет фаворит. Там 1.7 короче. Вот. И меня это поражает. Что сделал Хилл? Кого такого прошел Хилл? Кого он побил? Да. Он может хорошо попасть. Он может в целом вырубить Гловера от Ешеру. Есть такой процент вероятности, что это у него в целом может получиться. Но опять-таки, в роли чемпиона, как по мне, он надолго не задержится. А вырубить Гловера это не такая уж простая задача. С этим не справился тот же Прохаска. Действительно, Прохаска это самый лютый нокаутер в данном весе. Вот. И все, что я могу сказать. Поединок. Сказать, что он для меня большой интригой. Я считаю, что для меня в данном противостоянии Гловер от Ешера за счет опыта, за счет оппозиции, да за счет в целом того, что он показывает своих поединков против топовых. Реально, ребят. Блахович, Прохаска, Смит. Это можно список вести и вести. Вот. Я поверю, что Гловер еще раз заберет титульник. И коэффициент на его досрочку очень хороший. Практически там трешка на его досрочку. Ну, там, без копеек трешка. Я считаю, что это хороший кэфф. И действительно, тут Джамал Хилл... Я не думаю, что он сможет долго продержаться против Гловера от Ешеры. Если кто-то не хочет лезть в исходы победителя, типа, считает это жесть каким рискованным. Хотя, я бы сказал, что по процентам для меня здесь где-то 75 на 25. Я верю в Гловера от Ешеры. И там 25 процентов я даю, что Хилл все-таки-то сможет попасть и удаст срочить. В чем я сильно сомневаюсь, честно говоря. То я бы присмотрелся к тоталам меньше. То есть, там, тотал 2,5, 3,5 меньше. Четвертый раунд не начнется. Я бы рассмотрел еще вот такие варианты. Вообще, я вижу, что этот поединок вполне может закончиться и в первом раунде. Я бы не удивился. Ну, может, максимум он пройдет там полтора. Ну, я даже не думаю, что этот поединок в целом в третий раунд может зайти. Вот. Потому что я помню, какой декласс был Блаховича. То есть, Тейшера как деклассировал, да. А Джамал Хилл, в принципе, с таким суверенным в себе крыльгом встретился. И сразу отлетел. Ну, более-менее такая топовая позиция. Поэтому, вот такие мои все мысли, прогнозы, короче, еще будут. Дайте, вот, пожалуйста, максимальную поддержку ролику в виде лайка, в виде комментариев. И вообще, дальнейшим роликом на этот карт, это очень важно для меня. Ну, чтобы я видел какую-то мотивацию и все остальное, да. В целом, у меня на этом все. Досрочка Гловера. Вариант с тоталами меньше. Почему не рассмотреть так же? Это очень логическая ставка для тех, кто не хочет залазить в исход победителя. Вот и все. Так у меня на этом все.